МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В американских интересах и интересах всего мира иметь конструктивное отношение с Россией. С самого начала своего президентского срока я сделал все, что мог, чтобы воодушевить Россию, стать конструктивным членом мирового сообщества. Получается, что мы сами опять виноваты, не смогли воодушевиться. За срочными новостями будем следить в течение выпуска. Прямо сейчас главные итоги среды. Самоубийство, детский стриптиз, трансляции из тюрьмы. На что идут ради признания в соцсетях? Кто контролирует эту волну грязного эпатажа? И как уберечь детей от желания любыми способами прославиться в интернете? Не допустить любой ценой. Как противники Трампа готовятся встретить его инаугурацию? Сколько стоит участие в запланированных акциях протеста? И на что готовы пойти идейные оппоненты нового президента? Семейные ценности. История из Зеленограда, где у родителей отняли десятерых приемных детей, обрастает новыми подробностями. Какие веские доводы есть у самой матери и у органов опеки? Неужели малыши были всего лишь способом обогащения? В России стартовала программа бесплатной помощи пациентам с генетическими заболеваниями. Правда ли, что сейчас наша медицина может конкурировать с лечебными центрами развитых стран и даже обгонять их? Лечить по-русски. Специальный репортаж. Откровение о крещении. Почему именно в крещенскую ночь так актуальна? Поговорка «На Бога надейся, а сам не плашай». Как правильно окунаться в прорубь и призывает ли к этому церковь на самом деле? Новая инициатива, с которой выступила общественная палата, кажется необходимой, хотя и трудновыполнимой. Речь идет о том, чтобы контролировать поведение детей в интернет-пространстве, в особенности детей из неблагополучных семей. Поводом стала вопиющая история с участием 10-летней девочки, которая перед камерой смартфона выступила фактически в роли порно-актрисы. Лайки. Ну, похоже, сейчас для несовершеннолетних это самая твердая валюта. Ради этих сердечек готовы они абсолютно на все. Тем более, что возможности сети, особенно функция прямого эфира, позволяет выполнить любое желание зрителя в режиме онлайн. Наш репортер Алексей Поляков о том, как технический прогресс может работать на руку преступности. Ну, ставьте лайки, я разденусь. Да, ставьте. Ну, раздевайся, ты же не обещаешь. Чтобы лайков полетело. И тогда этих лайков прибавилось еще немного. Ну, ставьте, ставьте лайки, больше раздеваться будем. Потом еще немного. Трусы. Трусы, ок, трусы, как трусы. Пока, увы, из одежды на них совсем ничего не осталось. Хотя по возрасту героиням этого прямого интернет-эфира впору как раз Винни-Пуха читать, а не раздеваться перед камерой. Но в погоне за горячим сердцем и холодная голова не голова. Вот и летают по Москве мажоры на дорогих иномарках, удирая от полиции. Смотри, что делать, смотри, что делать, зараза. А псковские школьники за минуты до смерти сетуют на то, что уж очень мало лайков у их прямой трансляции. А выходить так не хочется. Героями самых облайканных интернетом трансляции чаще всего становятся дети. И дети же их смотрят. А тут диапазон от порнографии до боевика. Но значок 18+, на эти видео не поставишь. Хотя об этом и просят чиновники и общественники. Если СМИ вынуждены содержать юристов, вынуждены следить за своим контентом, то вот такие инструменты, которые фактически обеспечивают трансляцию граждан или частных блогеров в широкой аудитории, они этого не делают. Вот это неправильно. Профессионалы виртуального мира объясняют, контент прямых трансляций физически не подконтролен редакцией сервиса. Единственный путь в данном случае это, если вот эту трансляцию одновременно смотрит оператор, он понимает, что производит что-то не то и может просто отключить аккаунт. Операторов конечное количество, их можно посадить тысячу, их можно посадить 10 тысяч. А пользователей на несколько порядков больше. Можно, конечно, установить возрастную планку и лиц до 18 в соцсети не пускать. Но, во-первых, нет такого закона, который бы обязывал это делать. А во-вторых, это бесполезно. Одним кликом поменяли возраст и постарели на пару лет. Крутые нарды. Да, есть еще, кстати, круче. А где наши те крутые? А ведь славы хотят не только дети. После этой видеотрансляции из колонии ВСИН назначила проверку. Тюремная проза от Миши и Витюши потянула на 20 тысяч лайков. Меня снимают для канала НТВ. Популярный, очень популярный видеоблогер Юлия Пушман в лайкозависимости видит неуверенность в себе и желание выделиться. Возможно, из-за невнимания родителей, может быть, поспорили с друзьями. Или просто рассказать потом друзьям то, что вот у меня было там тысяча просмотров в перископе. А за кадром этого интервью Юлия с формулировками помогает мама. Скажу, что сильно ругались. Ты была шокирована? Шокирована и не смогла это смотреть. Видимо, в этом и есть главное преимущество онлайн-жизни. Можно назначить себя кем угодно и никому не будет дела, что там за границами экрана. Алексей Поляков, Габас Давлядшин, Сергей Соловьев. Итоги дня. В соцсети активно используют и противники Дональда Трампа. На 20 января день инаугурации избранного президента. Они готовят масштабные акции протеста. И речь не просто о демонстрациях. Активисты надеются сорвать церемонию вступления в должность главы государства. Да, призывы выйти на улицу и не дать миллиардеру официально занять президентское кресло. Сейчас разлетаются по всему интернету. И вот сегодня стало известно, что вообще-то речь далеко не всегда идет о бескорыстной борьбе за политические взгляды. Потому что за участие в уличных акциях, оказывается, щедро платят. Сейчас из Нью-Йорка. К нам присоединяется репортер НТВ Алексей Веселовский. Леш, ну и сколько можно заработать на вот этих протестах против Трампа? Здравствуйте, Анна. Андрей о том, что не все митинги против него бескорыстны. Искренне Дональд Трамп заявлял еще во время предвыборной кампании. Но сейчас, похоже, появились доказательства. Журналисты газеты Washington Times нашли в интернете объявления с предложениями оплаты за участие в массовых акциях. Получая деньги, борясь против Трампа, 50 долларов в час или 2,5 тысячи за участие в шести или более акциях. Газета, впрочем, не исключает, что эти объявления могут оказаться фальшивкой, специально созданной для дискредитации протестного движения. Как бы то ни было, в день инаугурации демонстрации и митинги запланированы в 50 штатах. Только в Вашингтоне уже выдано 25 разрешений на массовые акции. Было бы больше, но уже не найти места, чтобы демонстранты не мешали друг другу и жителям города. Хотя, кажется, беспокоиться об этом уже поздно. Десятки групп и не собираются идти ни за каким разрешением. У них одна задача сорвать инаугурацию. Утром одновременно блокируем пункты пропуска и устраиваем на них столпотворение. Мы хотим заблокировать все ключевые точки в городе. Записанное тайком видео раскрывает планы сразу нескольких протестных групп. Например, Disrupt J20, в переводе буквально «помешать» 20 января, собирается приковывать себя цепями к вагонам метро, чтобы остановить движение столичной подземки. И, судя по всему, активисты также призывают платить бездомным, чтобы те помогали протестующим. Мы призываем Вас всех дать что-то бедным и бездомным. Отправляйтесь на угол 2-й улицы и иди, чтобы помочь нам перекрыть движение транспорта и пешеходов на инаугурацию. Поэтому неудивительно, что власти к 20 января готовят усиленные наряды полиции и отряды Национальной гвардии США. Лёш, но вот ведь много тех, кто бойкотирует церемонии, движут этими людьми точно не доллары. Действительно, пока одни с разными намерениями собираются приехать в американскую столицу в день инаугурации, другие менее массово, но также громогласно собираются её бойкотировать. Уже известно, что десятки конгрессменов-демократов отказались присутствовать на присяге Трампа из-за его оскорбительных высказываний. Стоять с ним на одной сцене значит участвовать во всём этом. Я от этого отказываюсь и поэтому не поеду на инаугурацию. Избранный президент, однако, не впечатлился и попросил всех нежелающих сдать билеты. Что касается тех людей, которые не пойдут на церемонию, то с этим всё в порядке, потому что нам очень нужны свободные места, и я надеюсь, что они вернут мне свои билеты. В Вашингтоне тем временем протесты уже начались. За два дня до инаугурации демонстрантов словно разогревают перед большим событием. Один из протестующих даже поджёг себя у недавно открытого отеля Трампа в Вашингтоне. Огонь, впрочем, быстро потушили, но этот случай весьма точно характеризует, насколько далеко в США зашло неприятие Дональда Трампа. Оппозиционеры рассчитывают, что в день инаугурации, сразу после неё, в Америке, пройдут около 500 различных выступлений, митингов, демонстраций. Посмотрим, насколько точными окажутся их оценки. Да, посмотрим. Спасибо большое. Интересно, это там не Павлецкий себе поджог? Алексей Веселовский, а не чистых на руку противника Дональда Трампа. Тот вроде во Францию собирался убежать. Ну что ж, тем временем ещё, всё ещё действующий президент США Барак Обама помиловал целую кампанию осуждённых преступников. Этот вполне традиционный для уходящего главы Белого дома поступок, тем не менее, вызвал весьма оживлённую реакцию. Дело в том, что в числе помилованных оказался главный информатор Викиликс, бывший рядовой Брэдли Мэнинг, отсидевший в тюрьме 7 лет из назначенных судом 35-ти и успевший за это время сменить пол и имя. Челси Мэнинг в своей прежней ипостасе предоставила сайту Джулиана Асанжа сотни тысяч секретных документов, разоблачающих в том числе военные преступления США. Публикация Викиликс привела к грандиозному скандалу. Но арестовать своего главного врага Вашингтон не смог. Асанж успел спрятаться в эквадорском посольстве в Лондоне, где и сидит до сих пор. Мэнинг же попался по собственной глупости и получил самый жёсткий приговор за разглашение государственной тайны в истории Америки. Всего несколько дней назад Асанж заявил, что готов сдаться властям, если Мэнинг будет прощён. Стало ли это заявление поводом для решения президента? Вряд ли. Во-первых, не похоже на то, чтобы Обама хотел хоть в чём-то помогать сменщику. Да ещё и неизвестно, сдержит ли сам Асанж своё обещание. Во-вторых, Обама, начинавший как президент-миротворец, но так и не оправдавший возлагавшихся на него надежд, явно намерен и закончить карьеру на высокой гуманной ноте. Позволим себе дать президенту США маленький совет. Не стоит останавливаться. Можно простить и самого Асанжа, а в дополнение к ним ещё и Эдварда Сноудена, бывшего агента АНБ, рассказавшего о незаконной шпионской деятельности американского правительства. Сноудену только что продлили вид на жительство в России, но и он не прочь вернуться домой. Вся эта троица, как теперь понятно, действовала исключительно из человеколюбия, стараясь привлечь внимание к фактам нарушения фундаментальных прав личности, в первую очередь права на жизнь. Так что знаменитый Нобелевский лауреат ещё может успеть расширить операцию под названием «Помиловать рядового Меннинга». Было бы желание. Ну, скорее всего, это вряд ли произойдёт. Обама и так устроил мировой аттракцион фантастического великодушия, уже помиловав единовременно 78 человек, а ещё 153 заключённым сократил срок наказания. Да, и теперь Барак Обама претендует на звание одного из самых добросердечных президентов Америки, которые в разное время освобождали от наказания самых разных осуждённых. Там, мелких воришек, самогонщиков, наркоманов. Но были, конечно, весьма специфические случаи. Например, Ричард Никсон освободил легендарного профсоюзного лидера Джимми Хоффа, имевшего тесные связи с мафией. Джеральд Форд простил уже самого экс-президента Никсона после Утергейтского скандала, ну, а президент Буш старший, бывшего шефа Пентагона Каспора Уайнбергера и других участников скандала Иран-Контрас. Вообще, в Америке очень любят сравнивать своих лидеров, и, конечно, уход Обамы с поста – это лишний повод для этого. За время своего президентства в общей сложности он смягчил наказание 1424 заключённым. 148 человек были помилованы. Добрее Обамы оказался лишь 17-й президент США Эндрю Джонсон, но он миловал участников гражданской войны – около 7 тысяч человек. А вот самым бессердечным по сей день остаётся Буш старший. В его списке только 77 помилованных. Новость важная для всей страны – беспрецедентное решение в области медицины. Стартовала программа по оказанию бесплатной помощи пациентам с генетическими заболеваниями. Многие, к сожалению, не понаслышке знают, насколько опасны и тяжело излечимы эти патологии, и какие космические суммы нужны на лечение. Тем, кто активно пользуется соцсетями, часто приходится видеть, как родители вынуждены собирать деньги, чтобы отправить больных детей за границу. Успеть, к сожалению, удаётся не всегда. Правда ли, что от наследственных патологий не застрахован никто, и проявиться они могут в любом возрасте? Почему мы так мало знаем о возможностях российской генетики, и скольким людям с диагнозами, которых порой единицы на всей планете, подарит шанс новая программа. Лечить по-русски. Специальный репортаж Екатерины Гусельниковой. Для 15-летнего Глеба Стоякина собственноручно порезать хлеб – повод для гордости. Начинаешь резать, а рука соскальзывает. Этот высокий и крепкий на вид парень только недавно научился завязывать шнурки. И лишь несколько месяцев назад впервые пошёл в школу без родителей. Вопреки страшным прогнозам врачей. Мама Глеба, Марина Стоякина, раскладывает перед нами кипу бумаг, его историю болезни. За 13 лет медики поставили мальчику более 30 диагнозов. Некоторые настолько редкие, что окончательно подтвердить их мало кто берётся. Синдром Мелос – это около 50 человек в мире с этим диагнозом. Парциальная мерзинопатия на сайтах, я не могла найти ничего. Марина спит рядом с сыном. По ночам у него бывают эпилептические припадки. И пока специалисты из разных клиник не могут сойтись во мнении, опровергают заключение друг друга, женщина вынуждена просить милостыню на улице на лечение и реабилитацию Глеба в Израиле. Первый день пойти с коробкой, перебороть себя было очень тяжело. Были такие случаи, когда говорили, зачем такие дети вообще живут. В ответ Марина с упоением рассказывает об успехах Глеба. Как хорошо он учится, увлекается фотографией и мечтает однажды встать на сноуборд. Говорит, после визитов в Израиль её сын преображается. Появляется бодрость и, главное, сила в мышцах. Но денег однажды на лечение в клиниках землеобетованной может не хватить. Марина с Глебом по приглашению НТВ отправляются в Москву, где их уже ждут в российской детской клинической больнице. Утомляемость, слабость, а насколько выражена чажесть в конечностях идёт? И снова всё по кругу. Рассказ о том, что родился Глеб здоровым, рос и развивался, как все дети, до двух лет. Ночью я его нашла мягким. Вот знаете, как он как будто без костей лежит. После консультации новые анализы, исследования и обнадёживающие прогнозы. Скорее всего, мы не имеем дело с возрастом зависимой, которая, в общем-то, потихонечку, она, ну, как бы, тенденция улучшения. Последнее слово за учёными. Что стало причиной многочисленных недугов Глеба Стоякина, нам попытаются ответить медикам в генетическом научном центре столицы. Генетики говорят, в их центре самое современное оборудование. Но раньше все исследования и консультации специалистов здесь были платными. С этого года и взрослые, и дети могут пообщаться с ведущими генетиками страны, сдать анализы и получить рекомендации по лечению за счёт государства. Главный генетик Минздрава России Сергей Куцев рассказывает, в стране всего два подобных научных центра в Москве и Томске. В 2017-м они впервые получили госзаказ на помощь людям с наследственными болезнями. Причём, чтобы попасть на приём в центры, не нужно ждать направления от региона, вроде квоты. Достаточно самостоятельно позвонить в регистратуру и записаться. Очень важно, чтобы правильно было назначено лечение, правильно и, как мы всегда говорим, своевременно поставить диагноз. А для наших пациентов большая проблема своевременности. Доктор медицинских наук на эрогенете Галина Руденская за 40 лет практики видела сотни разных больных. И, осмотрев Глеба, подозрения в мирозинопатии отвергает. Всё-таки болезнь мышц, пусть с сохранной возможностью ходьбы, что редко бывает, но уж, по крайней мере, не было бы у нас таких живых рефлексов. Вот, только что, вот они, вот они, ага. А вот так называемое митохондриальное заболевание, к которому относится синдром Мелос, профессор не исключает. Теперь специалистам центра предстоит выяснить, где произошёл генетический сбой. Первые результаты обещают озвучить. Через месяц. Пока же в российском Минздраве советуют Марине Стоякиной не торопиться с поездками за рубеж. Сейчас люди из-за границы приезжают к нам лечиться, потому что качество хорошее, цены ниже у нас, чем там. Реабилитационное отделение в российской детской клинической больнице, где как раз лежит Глеб. Оборудование новейшее, как в заграничных клиниках. Вот только платить за процедуры не надо. Перед вами сейчас система, которая обладает всего лишь одним электронным, укладываемый на язык больного. Но при этом реализуется воздействие на всю двигательную систему, фактически сверху вниз. Мама Глеба по привычке смотрит на это немного скептически, но обещает дождаться вердикта российских генетиков. Их консультации дали ей надежду. А сам Глеб тем временем думает о поступлении в медицинский вуз. То, что хорошие врачи нужны всегда и везде. Мальчик понял. С раннего детства. Еще одним и довольно неожиданным итогом дня стал новый поворот в громком деле об изъятии у семьи из Зеленограда десятерых приемных детей, восемь из которых инфицированы ВИЧ. Их забрали в начале января. Вроде как воспитательницу детского сада, куда ходили самые маленькие, насторожили следы побоев на их лицах. И все думали, что это временная мера, скорее даже вынужденная, только на время проверки. Но оказалось, что ситуация гораздо серьезнее и сложнее. В полиции усмотрели в ней прямой повод для уголовного дела. Проверили и не вернули. Такого никто не ожидал. Чиновники отчитываются сухим языком. Из приемной семьи изъяты 10 детей. Знакомые семьи недоумевают. Как изъяты? За что? Сегодня глава столичного департамента соцзащиты объяснил, почему малышей не вернут. Мнение такое, что детей возвращать в эту семью нельзя категорически, потому что абсолютно все дети подтвердили факт того, что их дома бьют. Факт жестокого обращения со стороны отца был подтвержден независимыми психологами. Однако в их выводах сомневается и семья, и их друзья. Никто не ожидал сегодня, что детей вернут. По крайней мере, я была уверена, что детей не вернут, потому что тогда бы полиции пришлось показать, что они облажались. Все началось с того, что у одного из малышей воспитательница детского сада обнаружила синяки. Вскоре в дверь постучали. На пороге стояла полиция. Они без всяких объяснений вошли в квартиру и начали рассматривать Петю на наличие синяков. Сняли с ним пижаму, но ничего не нашли. Но была осадина, говорит мама ребятишек. Мыл, это мальчишка, это ж нормально. Но официальная версия другая. Многие говорят, синячок или синяк, это не синячок и не синяк, а это многочисленные синяки и кровопотеки. Кроме того, говорят соцзащитники, дети жили едва ли не впрогладь. Общественность недоумевает. Ну вот же в интернете видео и фото с довольными сытыми ребятишками. Но по мнению чиновников, мотивом взять детей под опеку могла стать сумма, которая выделялась семье более 600 тысяч в месяц. Теперь это настоящая война семьи с чиновниками. И пока последние дают интервью, мама малышей Светлана Дель демонстрирует в интернете, что думают обо всем этом ее дети. Мне здесь не нравится. Я хочу домой. Возможно, так и произойдет. Считается, что в Крещенский сочельник все желания исполняются. Кто из наших сограждан рискнет окунуться в Крещенскую купель прямо в эфире? Правда ли, что эта многолетняя традиция имеет вовсе не церковные корни? Об этом мы расскажем и покажем, конечно же, после очень короткой рекламы. Не переключайте. Скоро вернемся. Это итоги дня. Мы снова в прямом эфире. И так у православных наступил Крещенский сочельник. Крещение – один из самых главных и самых древних христианских праздников. Он уже давным-давно оброс различными традициями. Сегодня тот самый день, когда принимать пищу до первой звезды нельзя. Многие под утро будут загадывать желания. Считается, что в ночь на Крещение любая просьба может исполниться. Но, конечно, главная крещенская традиция – это купание в проруби. И сейчас из московского парка «Сокольники» от одной из купелей. В прямой эфир выходит наш репортер Валерия Алехина. Лер, ой, ну, судя по всему, у тебя там сегодня много серийных духов. Не отвлекай ее. Да, собралось? Коллеги, да, мы работаем в парке «Сокольники». И здесь действительно очень много людей. Мы сейчас находимся рядом с купеля. И кажется, что желающих окунуться не очень много. Но дело в том, что длинная очередь находится при входе в парк. Чтобы не было какого-то столпотворения, людей сюда запускают, так скажем, небольшими партиями по несколько человек. И там находится раздевалка мужская и женская. Люди заходят, снимают одежду и потом уже спускаются к купелю. Что касается тех, кто окунается, то это традиционно. Те, кто это делает впервые в жизни, и те, кто это, ну, так сказать, уже такие опытные люди. И вы знаете, даже эмоции у них разные. Вы теперь думаете, что вы очистили? Да, шикарно, вообще просто супер. Это благодать. Скажите нам, пожалуйста, ради чего вы это делали? Ради веры, ради любви. Честное слово. Да. Душа, всего доброго. Считается, что купание помогает смыть грехи и болезни, но церковные служители говорят, в самом чине праздника этот обряд не прописан. То есть церковь это не осуждает, но и в то же время не призывает всех православных верующих в обязательном порядке окунаться. Ведь это все-таки так или иначе рискованно. Впрочем, на всех вот таких официальных местах обязательно работают спасатели и врачи, скорой помощи, если что. Но вы знаете, коллеги, мы здесь видели, как окунаются даже дети, школьники, и ничего, довольные. Так что, возможно, в этом и правда есть что-то такое чудодейственное. Лера, а ты сама-то не собираешься окунуться? Она думает. Слышишь? Ну, как я уже сказала, это не обязательно. Не обязательно. А представляешь, как бы это выпуск оживило? Я бы никогда не делала, думаю, что и... Возможно, но если честно, мне уже даже немножко холодно. Кажется, что сегодня минус пять, минус семь, но есть небольшой ветер, и я лучше пойду выпью чая горячего. Хорошо. Спасибо. Это была Валерия Олехина из парка Сокольники. Вот такие итоги дня. Мы Анна Янкина и Андрей Норкин. Прощаемся с вами до завтра. Сразу после нас смотрите «Шпионский боевик. Странствия Синбада». Благодарим вас за внимание. Увидимся завтра в 23.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин